Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я вот так выслушал моего брата слово. Братья и сестры, я чувствую, что мы, старые люди, порой занимаем не те позиции. Я лично так понимаю, что наше отношение к Богу, оно не столько зависит от возраста, сколько от нашего отношения к Господу. Вот я когда читаю Священное Писание, обратите внимание, юный Иосиф, юный Даниил, Сидрах, Месахов, Динага, Тимофей. А возьмите юного Давида, когда он ринулся с палкой на этого великана. Ну что им вот действовало? В переводе Септуагинти, там написано, когда Давид вышел, перевод там такой, Голиафу, а Голиаф говорит, что ты идешь на меня с палкой, как на собаку. Вот такой перевод, братья и сестры. И в то же время Библия повествует о стариках. Обратите внимание, юный, молодой Соломон, дважды ему являлся Господь. А в старости он набедокурил так много, что царство Израиля разделилось при его сыне, старый человек. Поэтому, друзья дорогие, вот я хочу сегодня говорить, от чего зависит наше духовное состояние. Предлагаю открыть место Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стиха. Говорит ему Иисус третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Петр, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус. Его, увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Братья и сестры, чтобы мы хорошо запомнили, а вот порой братья выходят на эту кафедру, ну мы проповедники, и порой говорят, вот братья, я проповедовал в том месяце, кто помнит? И я наблюдаю, тишина в зале, тишина в зале. Это естественно, это невозможно запомнить. Порой братья, может, через полгода спрашивают, не помним, это естественно, я здесь не укоряю. Но, братья и сестры, проповедник обязан что-то так сказать, чтобы что-то легло на сердце. Так вот, я сегодня, моя тема сегодня, ты иди за мною. Вы знаете, братья и сестры, мы живем в такое время, когда на земле, вот мы, знаете, имеем большие возможности информации. Газеты, интернет, телевидение, наши, знаете, телефоны, они все построены на информации. И когда мы смотрим, все люди зовут идти за собою. Политики трубят день и ночь, вот я так сделаю. Если вы меня изберете, идите за мною, поддержите меня. Экономисты предлагают различные социальные программы и говорят, последуйте за этим, и у вас будет успех. Люди науки выдвигают свои теории и предлагают следовать за ними. И, братья и сестры, обратите внимание, даже преступные структуры, они зовут молодое поколение за собой. Чтобы не быть голословным, вот посмотрите, в первой главе притчи Соломоновой, вот в 10 стихе Соломон пишет так, «Сын мой, если будут склонять тебе грешники, не соглашайся, если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподня и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей, жребий твой будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас, сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою, отстези их». Часто молодое поколение попадает в эти тиски, идем с нами, не будешь много работать, но будешь все иметь. Это, друзья, дорогие, следование. Вот вопрос, люди часто не задумываются о финише. Это старт такой красивый, разноцветные, знаете, такие вывески, призывы, вот будет то и другое, «Но люди не задумываются о финише». А вот премудрый Соломон сказал, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Поэтому сегодня, друзья дорогие, Христос сказал, когда берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Вот на земле заблуждение. Люди блуждают на путях своих, и эти пути приводят их к смерти. Потом, может быть, очень трудно будет что-то изменить, и люди часто низвергаются, 72-й Псалом, в пропасти. Ассав так говорит о таких людях. Поэтому сегодня, друзья дорогие все, в религиозной системе также мы видим людей, которые зовут за собою. Китайцы говорят, вот слушайте нашего мудрого человека Конфуция, следуйте его учению, и у вас не будет проблем. Китай сегодня процветает. Конфуций. В Индии провозглашают только Будду. Вот он просветляет человека. Друзья мои дорогие, и когда мы смотрим на различные учения, люди предлагают каких-то людей. Я хочу сказать, люди следуют за этим. Я когда читаю за Индию, братья и сестры, просто поражаюсь. У меня такое состояние, неужели у этих людей нет просветления ума? Это очень прогрессивное государство, у них развитая экономика, много ученых у них, но они могут поклоняться каким-то коровам, они считают их за божество, и когда читаешь, не понимаешь этих людей, они блуждают, как говорят, между двух берез. Две тысячи лет назад на земле появилась личность, который сказал галилейским рыбакам, следуйте за мною. Более того, спустя время он повторил, следуйте за мною, и я сделаю вас ловцами человеком. Это что-то такое невероятное. В 7 главе Иоанна, 37 стиха, там написано перед собранием, это был большой праздник в Иерусалиме, там написано, великий день праздника, стоял Иисус и сказал, братья и сестры, Христос зовет. Можем ли мы следовать? Когда мы просматриваем, кто он такой, почему он так авторитетно заявляет, мы находим, братья и сестры, Марии, Деви, ангел, сегодня нам Евангелия повествует, родишь сына и наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется сыном Всевышнего. На недоуменный вопрос Марии, как это будет? Я не знаю. Братья и сестры, это величайшее событие мира, которое мы называем непорочное зачатие, и оно крайне необходимо было для рождения единственной личности Иисуса Христа, чтобы быть чистым, непорочным агнцем для искупления человеков. Христос это выполнил. При крещении Иоанн Креститель сказал, «Се агнец Божий, который берет на себя грех мира». И Отец Небесный, братья и сестры, дважды засвидетельствовал при крещении, и когда ученики были на фаворе, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Вот Он сегодня говорит, братья и сестры. Более того, мы читаем в Откровении, в первой главе, когда Он явился Иоанну, тому Иоанну, который когда-то всегда возлежал на груди у Господа, который был очень близок. И когда Иоанн увидел Его прославленного, Он пал, как мертвый. И Христос сказал, «Не бойся, я был мертвыйся, жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Вопрос теперь к нам, какой наш выбор? Друзья мои, за кем мы следовать будем? Я всегда вспоминаю, тут я вот давно не слышал, чтобы пели этот гимн, там есть такие слова, «Следуй за мной, когда дали темнеют, следуй за мной, когда очи тускнеют, следуй за мной, в вечный дом ты войдешь, следуй, о, следуй за мной». Братья и сестры, это призыв неба, это говорит старым, молодым, из средних лет, следуйте за мной. И обратите внимание, Господь не разделяет возрасти, Он призывает всех человеков, следуй за Мною. А теперь ответ человека. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, мы должны ответить на вопрос, как следовать за Ним. Вот может быть в этом и разница наша. Почему у нас так много проблем, что мы, возможно, неправильно следуем? Как идти за Иисусом? Можно за Иисусом идти тайно. Тайно. Вот, братья и сестры, чтобы меня никто не знал. Я как-то говорил вам, когда меня призывали в армию, это были очень тяжелые атеистические годы. И в церкви, когда меня прожжали, я очень сокрушался. Но я представлял, что меня там ожидает. И помню, подошел ко мне один брат, он немножко старше меня, он недавно пришел с армии, он так подсел, обнял меня, увидел мое состояние, говорит, ты знаешь что, я тебя советую, вот призовут в армию, не афишируй, афишируй, что ты верующий человек. Вот живи спокойно, и тебя никто трогать не будет. Ну, я так прислушался, совет, думаю, интересно. Братья и сестры, это следование тайное. Я сегодня хочу, чтобы мы проверили, кто ты пожилой, ли ты человек, или молодой. Работаешь ты, учишься, знают ли ты, что ты христианин, что ты следуешь за Господом. Если об этом не знают, ты тайно следуешь за Господом. Друзья мои дорогие, тайно. Вот когда мы просматриваем Слово Божье, вот ученик Иосиф из Аримафеи, при нем ничего не известно, только когда умер Христос, он появляется на арене. Вот мы видим Никодима, он пришел к Иисусу ночью, тайный ученик из опасения от иудеев. Вот, братья и сестры, тайное следование за Христом чревато опасностью. Мы обязательно где-то можем споткнуться. Я как-то приводил такой пример лично со мной. Я еще не обратился, начал ходить на собрания, мне очень понравилось. Это сельское, такой дом, где собирались верующие, и мне надо было проходить мимо школы, где я учусь. Я учился, наверное, в седьмом классе. Вот я иду, озираюсь кругом, чтобы кто-то меня не встретил. И вдруг навстречу идет ученик с класса. Он издали, я одетый, иду на собрание. И он издали так ухмыляется и подходит, говорит, ты, говорит, туда идешь. Братья и сестры, тайно. Я сказал, нет, не туда. Иду к знакомым. Я сдрефил. Мне не хватило этой твердости сказать, я туда иду. Братья и сестры, прошло больше шестьдесят лет. Это перед глазами моими. Я тайный. Я пытался тайно идти за Господом. И когда мне поставили вопрос, я не смог ответить. Друзья, может быть, кто-то сегодня в таком состоянии. Можно следовать за Иисусом издали. Вот обратите внимание, когда Иисуса, вот ученики пошли в Гефсиманию. Вот они там собрались, Христос говорит, вот вы все разбежитесь. Петр говорит, хоть все, но не я, все ученики тоже. Нет, мы тебя не оставим. Вы посмотрите, как они были, ну, декларировали свое отношение к Иисусу. Они же думали, что скоро Он будет царем. Они ожидали, скоро развернется небо, и они будут сидеть по правую и левую сторону. Они так представляли. И вот когда они пришли в Гефсиманию, когда Он там молился, они спали. А потом появились эти стражники с мечами, с копьями. Иуда впереди. И когда Иисус вышел, и говорит, кого вы ищете? Иисуса, это Я, братья и сестры, внимательно, и все пали. Я вот представляю этот момент. И Христос идет, за Ним ученики идут, а впереди вот эта масса воинов с мечами и копьями, вот эти служители от первосвященников. И когда Христос сказал, это Я, они пали все. Вот эти враги. Ученики, наверное, думают, вот теперь явление. Вот теперь будет. Пали все. И вдруг они подымаются, подходят, связывают Ему руки и повели. Братья и сестры, что следует? Все, оставив Его, бежали. Убежали все. И когда Иисуса повели, только двое из учеников следовали издали. Петр и Иоанн. Помните, Иоанн зашел вперед, он был знаком первосвященнику, зашел во двор, потом вышел, взял Петра, завел. Следование издали. Братья и сестры, следование издали позволяет мне в любой момент скрыться, убежать, уйти от ответственности. Это такое состояние. И мы видим, вот это издали следование братья и сестры привело Петра к тяжкому отказу от учителя. Он отрекался. Там написано, он клялся и божился, что не знает этого человека. Я вот, когда читаю это место Священного Писания, я не могу понять Петра. Ты же там говорил, хоть в темницу, хоть на смерть, а здесь клятва, божба, не знаю сего человека. Братья и сестры, это следование издали. Теряется связь с Господом. Между этим расстоянием различные обстоятельства входят в это. Там написано про одного юношу, он тоже там где-то пытался там ночью потихоньку идти, он был покрыт покрывалом. Юноша Марк. А воины искали, они хотели схватить учеников и схватили его за это одеяло. Он бросил одеяло и убежал обнаженным. Вот что значит следование издали. Человек находится в очень неприглядном состоянии. И тут наверное надо сказать, друзья, если кто сегодня вот так издали не определил свое твердое состояние с Господом, может быть надо сказать подобно Давиду, испытай меня Боже и узнай сердце мое, испытай меня и зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный. Может быть в это время надо к этому подойти. можно идти за Христом рабча и негодуя. Братья и сестры, мы видим такое состояние, помните, когда Христос готовился к своим страданиям, и он был там в одном месте, и там зашла женщина, ну я понимаю, это была Мария, сестра Марфы, сестра Лазаря, которого воскресил Христос, и она зашла в это, тут люди кругом, она зашла, у ней был сосуд с маслом, с миром, нам это сегодня непонятно, то нам написано, что можно продать это за 300 динариев, если динарии в один день платили по денщику, это почти годовая зарплата, вот этот сосуд с маслом, и написано, она разбила и помазала Иисуса, и люди стоящие стали негодовать. Я так понимаю, сначала Иуда вознегодовал, можно было продать, можно получить такие деньги, у Иуда были свои взгляды, он был вор, он думал, сколько из этих 300 динариев он спрячет в свой карман, но что характерно, и другие ученики стали недовольствовать, они стали высказывать Иисусу Христу свое отрицательное мнение. Братья и сестры, не следуем ли мы так за Господом? Нам все не нравится, все не так. Тут вот брат сказал в отношении нас, старых людей, это у нас есть такое состояние, мы порой робчим, мы порой не думаем, а что вон, посмотри как, а это что такое? Друзья, это может быть на месте, вот почему написано, чтобы старцы были здравы в вере, в любви, в терпении, были старцы здравы, это особая тема, я не хочу уходить на это. Можно следовать за изм, если бы Христос не вмешался в этот вопрос, то вот это негодование разрасталось бы, но он остановил ей и сказал, вот где будет проповедано Евангелие Царствие Божие, об этой женщине будет сказано, что она сделала, она предварила тело мое к погребению, посмотрите, 2000 лет проповедуется Евангелие, вот когда мы читаем, братья и сестры, Евангелию Марфа всегда впереди была, она энергичная, такая, боевая, она смелая, она должна, могла даже Иисусу сказать, разве тебе нет нужды, что моя жена оставила, моя сестра оставила, она могла это говорить, а Мария ничего не сказано, сказано, что она сидела у ног Иисуса и слушала, ну, слушать мы все гораздо, но, братья и сестры, наверное, ни одна женщина в священном писании не удостоилась такой похвалы, как Мария, где только будет благоветствовать Евангелие, будет сказано о ней, Христос защитил, остановил этот ропот окружающих учеников, можно идти за Иисусом с обидами и огорчениями, вот, братья и сестры, обиды, вот меня не замечают, я вроде такой авторитетный человек, а меня не замечают, я вроде неплохой проповедник, а меня немножко в сторону, вроде у меня такой хороший голос, а меня вот, вот, соло другие поют, и мы сразу говорят, а у них голос похуже, у меня лучше, мы сразу начинаем там прорабатывать, братья и сестры, это состояние, когда мы чем-то недовольны, недовольны, я хочу обратить внимание, друзья, дорогие, слово Божье говорит, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными, вот судья стоит у дверей, я сегодня утром читал место священного писания, шестую главу первого послания Коринфянам, я обратил внимание, там апостол Павел пишет Коринфской церкви, говорит, у вас вот получилось такое состояние, что вы когда-то между собой не поладите, брат с братом не поладили, вы тогда ведете к судьям, неверующим судьям, чтобы они вас рассудили, и Павел пишет, неужели у вас нет ни одного разумного, чтобы рассудить между братьями, что вы идете судиться к неверным, братья и сестры, это было, и потом он говорит, неужели вам не лучше оставаться обиженными, нежели судиться с братом, это братья и сестры такое, когда мы идем за Господом с ропотом, в Ветхом Завете есть такой пример, когда Израиль выходил из Египта, помните, там, когда Господь через Моисея совершил эти великие казни, знамения, чудеса, и, наконец, последняя казнь, когда каждый первенец в Египте умер, и сын фараона, и тогда написано, встал фараон ночью, встали египтяне и стали поспешно выпроваживать, там написано, понуждали их скорее уйти с Египта, братья и сестры, они испугались, они увидели руку Господа, что с Господом тяжело, вот знаете, имеют столкновение, и они побуждали народ Израиля, уходите скорее, и там написано, за ними последовало множество иноплеменных людей, когда они увидели все действия Господа, все его чудеса, знамения, о, пойдем, пойдем с Израилем, и обетование то было Израилю, Господь говорит, я введу вас в землю, где вы будете наследниками, а вот эти иноплеменные люди, они увидели действия Господа и последовали в Израиле, но Господь решил испытать их, он привел их в пустыню, водички нет, кушать нечего, огурцов нет, помидор нет, лагман нет, не на чем делать шашлык, они привыкли к этому, они жили так в Египте, вот, братья и сестры, что там написано, иноплеменники стали обнаруживать прихоти, а вместе с ними и сыны Израиля сидели и плакали и говорили, кто кормит нас рыбой, которую мы ели бесплатно в Египте, ропот начался, недовольство, негодование, мы в Египте все, а манна, которую они вначале с таким кой радостью кушали, они говорят, надоело нам эта манна, это ропот, братья и сестры, это негодование, я хочу напомнить новозаветний пример, когда Христос, когда он проповедовал среди людей, ну, я представляю, когда Христос говорил, то его слово настолько было сильно, действенное, и там написано, написано, когда он вот говорил со людьми, подбегает один человек и говорит, я пойду за тобою, я понимаю это порыв, это такое желание идти за Господом, а Христос говорит, лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить главу, обратите внимание, об этом человеке больше ничего не сказано, я так понимаю, он посмотрел, да куда шить за ним, лиси нору, между прочим, есть у Родиона Березова стихотворение «Бесприютный Христос», он написал где-то его в 50-х, 60-х годах, живя в Америке, и когда он посещал церкви и видел пустые скамни, он написал это, и там в этом стихотворении Христос как бы заходит и видит пустоту среди народов, и он говорит, может быть пойти к лиси норей, там переночевать, или может быть голуби меня где-то приютят, бесприютный Христос, братья мои, сестры, следование с ропотом можно следовать из любопытства, никогда не забуду, там еще в Южном Казахстане как-то после собрания ко мне подходит один человек и так бойко, знаете, уверенно говорит, я хочу с вами поговорить, садитесь, я, говорит, был уже адвентистов, был у субботников, был у яговистов, был у пятьдесятников, нигде не нашел, пришел к вам посмотреть, как у вас, хочу посмотреть, я говорю, вы и здесь не найдете, вы человек ропота, вы человек искающий, вы ищете не Христа людей, вы проверяете, как люди следуют, если бы вы нашли Христа, у вас бы другой был подход, на этом беседа наша закончилась, любопытство, когда Христос был распят на Голгофе, и когда он в особой агонии, помните, там стал молиться, молиться, некоторые стоящие, трудослышавшие, говорили, вот Илью зовет, Ильи, Ильи, Савахвани, он молился, и тогда один берет уксус, подносит, подождите, подождем, придет Илья, ленет, давайте подождем, это любопытство, друзья, люди порой ищут среди верующих людей, ну как, ну что, ну нормально, как-то мне один человек, знаете, я так посмотрел, походил на ваше собрание, ну, наверное, я буду ходить, не нравится, не курят, не пьют, не ругаются, общество такое, я говорю, это все, а что еще нужно, больше ничего не нужно, друзья мои, это состояние любопытство, но самое страшное явление, друзья, внимательно слушайте, когда мы следуем за Христом, без Христа, Христа нет с нами, у нас в Евангелии есть такой пример, это мы читаем во второй главе Евангелия от Луки, когда, помните, 12 лет было Иисусу, и написано, что родители, они каждый год ходили в храм на поклонение, и не взяли с собой Иисуса, и вот там, находясь в храм, некоторые люди мне задают вопрос, интересно, как они могли его там потерять, вот они потеряли его в Иерусалиме, вот они, братья и сестры, мы не представляем состояние паломничества того времени, иудеи шли со своих мест целыми родами, ну, например, вот мой род сегодня здесь, в Америке человек 50, и вот если мы толпой идем, там разбери, где они бегают, особенно молодое, пока они бегают вперед, назад, к своим, туда, к друзьям, вот такое состояние было у Марии с Иосифом, когда они вышли, они думали, что Иисус где-то там с родственниками, это были такие потоки огромных людей, историки говорят, что это время в Иерусалим стекалось до нескольких миллионов человек, они шли на поклонение с других стран, и вот они идут домой, Иисуса нет с ними, там написано, пройдя дневной день, день прошли, думали, что Иисус где-то идет, а к ночи надо делать привал, они тогда собирались со своими семействами, там они готовили пищу, может быть, на костре или как, и располагали спать, может быть, там стлали какие-то вот подстилки или палатки делали, и вот тут они кинулись, где Иисус, когда они поискали его между родственниками, нашли, написано, возвратились в Иерусалим, через три дня нашли его в храме, а не шли без Иисуса. Я сегодня хочу обратить внимание, братья и сестры, проблема наша сегодня в том, что мы часто, следуя, ну, как бы за верующими людьми, находясь в этой, я говорю таким словом, компанией, мы не имеем личной встречи с Господом, Он не поселился в нашем сердце. Друзья, если нет индивидуальной встречи, индивидуальной встречи, а мы считаем, мы, может быть, даже приняли крещение, это не ничего удивительного, но если Христос не живет в нашем сердце, вот, братья и сестры, в моей такой истории, я вспоминаю некоторых людей, которые, вот, были членами церкви, потом они как-то уходили, вот, много было проблем, разборов, и я сегодня, может быть, в старости, анализируя эти случаи, у меня приходит такое заключение, они просто не встретились с Господом, они просто были увлечены народом христиан, ну, обстановка хорошая, вот, проходят наши, вот, праздники, бжатва, за столами, мирно, тихо, спокойно, нет руга, ни крика, пьянство, это ж влечет людей, и люди порой говорят с вами хорошо, но когда нет этой встречи, братья и сестры, это приводит к тому, что люди теряют Господа, они уходят, они не дойдут до вечности, поэтому сегодня вопрос с каждому сидящему, от того, как смотрят старики на молодежь или молодежь на стариков, абсолютно не играет никакой роли, играет одно, Христос живет в моем сердце, одно это играет роли, я назову, приведу такой пример, братья и сестры, красочный, я был уже пресвитером в Южном Казахстане, церковь была где-то в пределах 600 человек, и как-то подходит ко мне один старец, уже такой настоящий старец, он крепкий был, и говорит, можно прийти к тебе домой, у меня есть очень важный вопрос, я говорю, ну конечно можно, давайте в понедельник приходите, вы знаете где, да, знаю, я в понедельник приду, я ожидаю, в понедельник он приходит, но обычно приседера, зная, что есть какой-то вопрос, я его завожу в отдельную комнату, закрываю дверь, там бейте все, чтобы они не слышали, помолился, ну что у вас? Братья и сестры, как ручеек потек этот брат, он начал мне рассказывать про Первую мировую войну, он рассказал, как он воевал там, и все было, какой он удалой был, потом рассказал, как он был в партизанах, и везде таким он, потом перешел на Вторую мировую войну, я смотрю, часы идут, и я стал молиться, Господи, останови это, я не знаю, я молодой, мне неудобно прервать, ну старец, вы что, пришли мне рассказывать про Вторую или Первую мировую войну, и он, братья и сестры, я не засек сколько время, ну, наверное, часа два был этот рассказ, и потом он схватывается, говорит, ой, наверное, много времени, мне пора домой идти, я говорю, подожди, у вас же вопрос какой-то есть, ну, это когда-нибудь потом, шапку в охапку и пошел, вот, братья и сестры, я потом рассуждаю, он возрожденный или нет, неужели ему ничего не говорит, он пришел к пресс-фитеру, по какому-то важному вопросу, рассказал мне историю двух войн, которые я без него прекрасно изучал в школе, братья и сестры, это говорит о том, когда мы не имеем, я допускаю, может быть, рождение есть, как Павел говорит в 3 главе 1 послания к Оринфянам, он говорит, когда я к вам приходил, я не мог с вами говорить, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, это состояние такое, когда люди, может быть, они покаялись, но там нет возрастания, там нет духовных пажитей, на здлажных пажитях он водит меня, 22-й псалом говорит, а этих пажитей нет, я не иду на эти пажитии, и у меня такое, знаете, помните, в Евреям, кажется, в 6 главе Павел говорит, вам по времени вы должны быть уже учителями, а вы еще не в силах, может быть, это состояние, братья и сестры, это следование такое за Господом, я говорю, следование без Христа, может быть, я вот так говорю, а вы думаете, что же будет на финише, ну, у меня вот к старости сфокусировалось твердо пять мудрых, пять неразумных, мы живем в богатой стране, слишком много увлечений, они влекут и молодых, они затрагивают и старых, повкуснее покушать, помягче отдохнуть, съездить куда-то и тому подобное, братья и сестры, сегодня идет это разделение, как мы следуем за нашим Господом, вы можете сказать, а как же правильно следовать, вот я назвал и то, и другое, и третье, нам Священное Писание очень четко говорит, посмотрите, тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, я даже представляю, когда Христос сказал, остановился, а все смотрят, конечно, хотим, и Он сказал, отвергни себя, возьми кресло и следуй за Мною, отвергни себя, вот как отвергнуть себя, друзья, вот помните, апостол Павел в третьей главе, кажется, послание филиппийцам, говорит, то, что для меня было преимуществом, я почел счетою, да и все почитаю счетою, ради превосходства, познания Господа Иисуса Христа, отвергни себя, возьми кресло и следуй за Мною, второе место, говорит так, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его, вот, братья и сестры, идти по следам Христа, ну, когда он идет на брак в Кану Галилейской, ух, как мы смело толпой идем за ним, хорошо покушаем и тому подобное, когда он идет еще на какую-то, Марфа заботилась об особом угощении, а почему не побывать в гостях, мы Христос за тобой, ну, вот, когда он пошел в Гефсиманию, немножко предстали, а когда на Голгофа нет, Господи, мы туда вообще не пойдем, чтобы вы следовали по следам Его, я хочу сказать, братья и сестры, двухтысячная история христиан показала истинных детей Божьих, кто следует за Христом по следам Его, и третье, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, слушайте, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал в жизнь вечную, смотрите, как сказано, то есть это плодоносная жизнь, помните, Христос сказал, что вы стоите весь день здесь праздновать, я так понимаю, вот нас сидит здесь несколько сот, к примеру, человек, да, все мы верующие во Христа Иисуса, я хочу задать вопрос, задайте себе, вы приносите плод Господу, вы нашли свое место, вот вы что-то должны делать, я понимаю так, у Господа безработных быть не должно, я вас избрал для того, чтобы вы шли и приносили плод, в нашей юности нас часто в школах останавливали занятия, направляли на виноградники, в сады, яблоки собирать, на хлопок, это мы там много работали, это наша осень, вся осень приходила там, и вот когда мы туда приходили, порой братья и сестры, ну дети, работать-то не хочется, мы разбегались, тогда хозяин этого колхоза, куда нас привозил, он приходил к нашему директору, говорит, знаете что, вот этот класс отправляйте домой, они нам не нужны, они не хотят работать, их надо кормить, им надо место начать, они не хотят работать, братья и сестры, принцип у Господа тоже такой, чтобы вы шли и приносили плод, я просто хочу сегодня положить на сердце каждому, что мы делаем для Господа, я так понимаю, братья и сестры, я должен определить для себя мое направление, что я могу делать, молодой человек, хорошо, найди свое место, энергия, много сил, возможности, найди свое служение, служение. Я сейчас что-то скажу, только молодежь не думайте, что это мое огорчение. Порой старцы выходят вон там, а молодежь летит, чуть с ног не сбивает, и мало кто скажет, здравствуйте, я этим не страдаю, я наоборот хочу сказать, почти вся молодежь всегда здоровается со мной, я не знаю почему, но я замечаю, как мы, друзья дорогие, как-то на одном молодежном общении мне задали вопрос, можно ли молодым юношам и девушкам, когда они дружат до брака, целоваться, вот такой вопрос. Я так прочитал записку, говорю, можно молодым юношам целовать стареньких бабушек. Ну, все засмеялись, конечно, и говорю, подойдите, юноша, поцелуйте старенькую бабушку, которую никто никогда не целует, она умиляться будет, за вас молиться неделю будет. Это ваш труд, вы сделали добро, вы поощрили, этот человек оставленный, когда вы подойдете, порой ко мне подходят молодежь, берут двумя руками, да еще обнимают, думаю, да что я, чужой человек для них. Вот, братья, все это приятно, это внимание, это труд, это не тяжелый труд, определите свое место. Порой мы туда выходим с машиной, своей женой идем, а кто-то вперед подбегает и дверь нам открывает. Ну, я сам легко открою дверь, братья, все это внимание. Как в автобусе, когда едет старый человек, согбенный, а сидят молодежь и не встает. А кто-то говорит, как вам не стыдно, вот старый человек, не прошибает. Друзья мои дорогие, я обращаю на это внимание сегодня. И последнее, что нам будет за наше следование, за нашим Господом. Посмотрите, это написано в Евангелии от Матфея в 19 главе 27 стиха. Тогда Петр, отвечая, сказал Иисусу, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же нам будет?» Интересный вопрос. Братья и сестры, мы тоже этим интересуемся. А что нам будет? Просто так ходим, и все. И Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилев, и всякий, это к нам относится, кто оставит домы или братьев, сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Друзья мои, это обетование нашего Господа. В третьей главе первого послания Коринфянам есть такой пример, там Христос, апостол Павел пишет о вот тружениках. Кто-то строит дом из соломы, из сена, помните, огонь придет и испытает. Там написано, если то, что он строит, сгорит, он потерпит урон. Урон. А потом такие трудные слова, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Этот вопрос очень полемизирует люди. Ну, говорят, вот мы идем за Господом, ну, ничего, упали, грешим, все равно спасем. Я так не понимаю. Это говорит о нашем труде пред Богом. Мы познали Господа, Он поселился в нашем сердце, и Он говорит, иди и делай, я призвал тебя, чтобы ты шел и приносил плод. Если я этого не делаю, нет, у меня плодов, братья и сестры, мое спасение будет таким, как бы из огня. Вот мы все предстанем, помните, написано в пятой главе второго послания Коринфянам, всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы дать отчет, что делал каждый из нас, живя в челе, молодежь, каждый. Вы за брата Николая Васильевича Мороза не будете отвечать. Скажите, дедушка сидел, пусть он работает старый. Каждый даст ответ и старый, и молодой, что он делал, живя в челе. Вот представьте, братья и сестры, я пришел пред Господом, а там есть книга, пред лицом его пишется памятная книга, боящихся его. Вот раскрыта книга Гаврилов Николай. У меня есть такой рассказ, я где-то его слыхал. Ангелы проверили, говорят, тут в книге о вас ничего нет. Как ничего? Я то и другого. Ничего нет. Вот, братья и сестры, такие люди, которые не трудились, не собирали, не посвятили свою жизнь на служение Богу, они оказываются в таком состоянии, они спасутся, ну как бы из огня паленые, у них нет плодов. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы, следуя за Ним, приносили плоды, и эти плоды были в жизнь вечную. Да благословит нас Господь, и да поможет нам. Аминь. Помолимся, братья и сестры.